всем огромный привет из прованса вы на канале или на франц мы возвращаемся из магазина съездили купили продуктов сегодня у нас очень хорошая погода 27 градусов что происходит магазине магазине все нормально все есть продуктов много мы заехали в биомагазин я купила все что нам нужно в принципе даже мясо появилось очень-очень много на полках не как ничего не а муку забыла посмотреть правда на муку посмотрю в магазине в обычном магазине пойдут посмотрю и вам скажу вам наверно в обычных магазинах интереснее александр сегодня был в ночь поэтому он с утра не работает но после обеда он уходит до самого вечера если будет что-то интересное буду вам сообщать буду вам рассказывать в принципе пока все нормально оле я ваш перевед передала она вам тоже передает большой привет рассказала очень много интересного про школу как там все происходит и я сейчас приеду домой и сяду и вам все расскажу расскажу как в школе дети обучаются также расскажу последние новости из франции александр выключат музыку потому что у меня сейчас заблокирует видео а я даже и не сообразила молодец я даже не забрать я расскажу как происходит в школе расскажу последние новости что нам сказали что нас ждет в июне и в июле и про каникулы также про театры про кино все вам расскажу небольшая пробочка бушон все возвращаются домой потому что сейчас обеденное время многие французы в обед если работают не очень далеко возвращаются домой обедать и съезд уделать отдыхать медитировать у меня поступил один вопрос про штрафы про французские штрафы на дороге я все узнала у александра и вам все расскажу как происходит когда вы не согласны когда ваша шляфа на дороге что нужно сделать но может быть не всем будет интересно потому что это про францию но все таки полезно будет знать раньше говорили что нужно оплатить штрафы потом только этот страх если вы не согласны протест на этот штраф опровергнуть его сейчас совсем про другому происходит то есть штраф не нужно платить нужно зайти на специальный сайт и там все оформить что вы не согласны они потому что там будут разбираться давайте по-быстрому перед тем как буду болтать раз покажу что купила в пиомагазине мы купили овощи и фрукты ну совсем немного лимоны по 3 евро как в простом магазине авокадо на 30 сантимов подороже чем в простом магазине евро 30 яблочки еще дешевле в биомагазине потому что там завезли очень очень большой объем яблок кто-то из производителей сдал и там они по 2 чем-то евро поэтому нормально мы ездили за кукурузой за свежие не нашли кукурузу я хочу сделать салатик и муж у меня очень любит кукурузу пришлось брать в консервах но я вот эту марку вам уже показывал я ее люблю покупаю промываю и добавляю или как гарнир но вообще у меня куча разных салатов с кукурузой я к кукурузе отношусь совершенно равнодушно что еще купила сыну купила мед он обожает добавлять мед в йогурт и и куда он еще его александр иногда добавляет сверху на бриошь который я прику и вот этот мед горный органической какой он вкусный это что-то но он немного дороговатый 220 грамм 5 евро стоит но в принципе если поедешь в специализированный магазин там 500 грамм будет где-то наверное стоит 7 евро но не органического этот органический я ездила за шампунью я своим мужчинам и себе беру вот такой огромный шампунь сколько здесь 100 миллилитров 1000 миллилитров 1 литр шампуня органического с календулой и с ромашкой замечательный шампунь но почему я его беру потому что им его муха владислав и александр пользуются вместо геля для душа и как шампунь просто замечательно очень выгодно получается и там очень много с различными с различными вкусами запахами и с лавандой мы покупали марку поднесу так вот она как называется и био или с био не знаю как ну и раздолья для александра когда лена не печет свой хлеб когда лени хочется немного отдохнуть от кухни александра у нас с утра да и вечером может вот такие тортинки кушать эти вот они со злаками несколько злаков замечательные это из гречки а почему я купила потому что на них 50 процентов скидка была эта дата короткая но какая разница какая она дата потому что их еще два года можно есть или три а это посмотрите коробка лёпен де флёр это мои любимые сто процентов гречневые без сахара но коробка была повреждена и нам ее продали за 50 процентов вот такая огромная коробка нам вышло евро 30 представляете ну и кукурузные александр без кукурузы никуда что еще здесь это я взяла салфетки домой чтобы не заезжать простой магазин и владислав горты мне купи кока-колу с девушкой это органическая кока-кола с девушкой евро чем-то стоит ну два раза дороже чем обычная кока-кола но чтобы на эти бензин не тратить кока-колу ему на субботу нет на пятницу потому что пятницу же у нас вечер пиццы что еще купила бананчики а нужно обязательно сейчас замотать бананчики забыла лайфхак что сделать александр любит добавлять к шоколадному мороженому я покупаю всего три штучки он съедает только половинку поэтому ему здесь на 6 дней владислав бананам рада душа я совершенно равнодушным бананам у мясника купили мясо не буду вам показывать здесь бекон чтобы сделать одно блюдо все органическое сосиски владиславу чтобы сделать он захотел хот-доги гордовно мне не делала и кровяная колбаса я уже этого много раз показывала и купили картофель молодой стал уже все он не недорогой по евро чем-то там сладкий картофель и сейчас сезон цукини наши маленькие любимые текине и молочко купила но моего любимого гальбани не было молока поэтому я купила это тоже постерилизован микрофиль микрофильтры как не везут через камеру до молоко специально постерилизованно чтобы не убить все полезные элементы и все мои дорогие что мне рассказала оля после своего первого рабочего дня она сейчас эту неделю работает после обеда то есть она работает с двух до семи вечера она сказала что сейчас в их школе в гренобле она работает в обычной школе вы меня спрашивали кем она работает помощницам помощницей учителя воспитателем во франции воспитатель относится к мэрии это мэрия назначает и человек который работает в мэрии один прикреплен к этим всем воспитателям она не подчиняется то есть оля не подчиняется как это по-русски тому к кому подчиняются все учителя ну вы поняли да то есть она как бы работает ним со школой но немного отдельно забыла слова не могу вспомнить и она что рассказала что сейчас детей поделили почти во всех школах в их тоже то есть с утра идут дети не медиков то есть все дети родители как кто работает а на заводах и в магазинах но везде везде кроме медиков медсестр врачей а дети врачей и медиков их отделили от всех бедные дети я вообще не могу она мне рассказала мне даже детей жалко было их разделили от всех остальных детей и эти дети приходят учиться во вторую смену после обеда деток собрали врачей и медиков в из всех классов вместе и и что им не разрешено она сказала сейчас она с маленькими детьми на настоящий момент работает самолеты как всегда лена видео записывает но у нас без самолетов же невозможно им нельзя в школе во первых что нельзя брать никакие игрушки никакие книжки все это нужно приносить с собой из дома нельзя подходить к друг другу нельзя целоваться нельзя обниматься детки маленькие поэтому они без масок все учителя конечно и воспитатели в масках на рекреации дети соблюдают дистанцию друг от друга играть им с друг с другом нельзя оля сказала что детям очень скучно даже нам воспитателям очень скучно потому что мы ничего не можем организовать и на детей очень сложно и печально смотреть такой ситуации потому что они хотят поиграть с друг другом приблизиться к друг другу и мы этого не разрешают и что она сказала может быть это только в их школах если у кого-то по-другому то напишите в комментариях затем что она сказала она говорит вот что мы делаем мы постоянно в масках с гелем для рук и с этими тряпками только ребенок что-то затронулся они сразу вытирают что-то он там взял ребенок они сразу вытирают как там учителя организовывает в классе она как я сильно не знаю в столовой она будет работать на следующей неделе и поэтому про столовую расскажет мы задавали детям вопрос вам все-таки было легче и интереснее на дистанционном обучении дома с родителями или вы предпочитаете вот так вот дети и маленькие но сейчас дети маленькие и умные все-таки а или все-таки вам интереснее ходить в школу и большинство деток сказали что нет мы все-таки предпочитаем ходить в школу увидеть даже если нам нельзя играть как мы раньше играли но мы хотим быть в школе друг с другом вот так что еще интересного на сказать про каникулы вы меня спрашивали вчера слышала информацию что со второго сегодня сегодня наш министр будет нам все сообщать и потом вам еще раз сообщу но они сказали что скорее всего со 2 июня будет вторая ступень снятия карантина то есть была первая ступень снятия карантина сейчас будет вторая первое что скорее всего нам разрешат выезжать не уже не на 100 километров от своего жилья а на 200 или на 300 будут сейчас решать для нас это прям вау мы можем поехать в баркарес потому что там нам 200 чем-то километров мы такие радостные но это будут еще решать также сказали что вполне возможно что со второго июня откроется некоторые театры но там конечно будут билеты продавать чтобы люди сидели не рядышком друг с другом потом может быть не полностью все билеты будут продавать но хотят открыть театры кинотеатры сказали что открывать не будут до июля что касается самолетов пока ничего не сообщили но по франции я вам рассказывала что клод улететь не смогла и все-таки призывают французов брать в этом году резервировать все каникулы только во франции хотя мы слышали информацию что италия и испания все таки хочет для туристов открыть границу напишите как пляжи будут открыты пляжи будут открыты со второго и июля уже все при июня все пляжи будут открыты что касается пляжев как вот вчера одна женщина которая живет в люки от порт люки от это рядом где с баркаресом куда мы ходим гулять там квартира у моей старшей сестры на пляже она сфотографировала прям табличку что там было написано какие правила на пляже на пляж можно ходить единственное что нельзя собирается больше чем пять человек группами на пляже нельзя расстилать полотенце и нельзя садиться на песок на пляже можно заниматься ну акватическим то есть в самом можно купаться заниматься спортом в море и можно ходить по пляжу на пляже как я поняла нету ограничения сколько ты будешь оставаться но я еще узнаю потому что может быть на разных пляжах по разному вот единственное не собираться большими группами не загорать на пляже это точно можно вот взял и иди-иди-иди по пляжу наверное сколько хочешь еще потом поточнее все узнаю и вам расскажу но в принципе вот такие новости я узнала если что будет интересно это конечно же вам все все расскажу если у девочек которые живут во франции есть какие-то еще новости то конечно делитесь с нами в комментариях будет очень приятно